Васюткино озеро Не удивляйтесь и не думайте, что все озера уже известны, и что у каждого есть свое название. Много еще, очень много в нашей стране безымянных озер и речек. Потому что велика наша родина, и сколько по ней ни броди, все будешь находить что-нибудь новое, интересное. Рыбаки из бригады Григория Афанасьевича Шадрина, Васюткиного отца, совсем было приуныли. Часто и осенние дожди вспучили реку, вода в ней поднялась, и рыба стала плохо ловиться, ушла на глубину. Холодная изморость и темные волны на реке нагоняли тоску. Не хотелось даже выходить на улицу, не то что выплывать на реку. Заспались рыбаки, рассладели от безделья, даже шутить перестали. Но вот подул с юга теплый ветер и точно разгладил лица людей. Заскользили по реке лодки с упругими парусами. Ниже и ниже по Енисею спускалась бригада. Но ловы по-прежнему были малы. «Нету нам нынче фарту!» – ворчал Васюткин дедушка Афанасий. – Оскудел батюшка Енисей. – Раньше жили, как бог прихажет, и рыба тучами ходила. А теперь пароходы, домоторки всю живность распугали. Придет время, ершиды и пескари, и те переведутся. А бомули, стерляди и осетре только в книжках будут читать. Спорить с дедушкой – дело бесполезное, потому никто с ним не связывался. Далеко ушли рыбаки в Низовье Енисея и, наконец, остановились. Лодки вытащили на берег, багаж унесли в избушку, построенную несколько лет назад ученые экспедиции. Григорий Афанасьевич в высоких резиновых сапогах, с отвернутыми глинищами и в сером дождевике ходил по берегу и отдавал распоряжение. Васютка всегда немного рабил перед большим, неразговорчивым отцом, хотя тут никогда его не обижал. «Шабаш, ребята!» – сказал Григорий Афанасьевич, когда разгрузка кончилась. «Больше кочевать не будем! Так, без толку! Можно и до Дакарского моря дойти!» Он обошел вокруг избушки, зачем-то потрогал рукой углы и полез на чердак, подправил съехавшую в сторону пластишины корья на крыше. Пластишины корья – пласты корья. Слои или пласты содраны с деревьев коры, которыми покрыта крыша избушки. Спустившись по дряхлой лестнице, он тщательно отряхнул штаны, высморкался и разъяснил рыбакам, что избушка подходящая, что в ней можно спокойно ждать осеннюю путину, а пока везти промысел паромами и переметами. Лодки, женеводы, плавные сети и всю прочую снасть надобно как следует подготовить к большому уходу рыбы. Потянулись однообразные дни. Рыбаки чинили неводы, конопатили лодки, изготовляли якорницы, вязали, смолили. Раз в сутки они проверяли переметы и спаренные сети, паромы, которые ставили вдали от берега. Рыба в эти ловушки попадалась ценная – осетр, стерли, таймень, частенько налим, или, как его в шутку называли в Сибири, поселенец. Но это спокойный лов. Нет в нем азарта, лихости и того хорошего, трудового веселья, которое так и рвется наружу из мужиков, когда они полукалометровым неводом за одну тоню вытаскивают рыбы по нескольку цейнеров. Одна тоня здесь – один лов. Совсем скучное жизнье началось у Васютки. Поиграть не с кем, нет товарищей, сходить некуда. Одно утешало – скоро начнется учебный год, и мать с отцом отправят его в деревню. Дядя Коляда, старшина рыбосборочного бота, уже учебники новые из города привез. Днем Васютка нет-нет, да и заглянет в них от скуки. Вечерами в избушке становилось людно и шумно. Рыбаки ужинали, курили, щелкали орехи, рассказывали были и небылицы. К ночи на полу лежал толстый слой ореховой скорлупы. Твещала она под ногами, как осенний ледок на лужах. Орехами рыбаков снабжал Васютка. Все ближние кедры он уже обколотил. С каждым днем приходилось забираться все дальше и дальше вглубь леса. Но эта работа была не в тягость. Мальчишке нравилось бродить. Ходит себе по лесу один, напевает, иногда из ружья пальнет. Васютка проснулся поздно. В избушке одна мать. Дедушка Афанасий ушел куда-то. Васютка поел, полистал учебники, оборвал листок календаря, с радостью отметил, что до первого сентября осталось всего девять дней. Мать недовольно сказала, к учению надо готовиться, а ты в лесу пропадаешь. Чего ты, мамка? Орехи кто-то должен добывать. Охота ведь рыбакам пощелкать вечером. Охота, охота. Надо орехов, так пусть сами ходят. Привыкли парнишки помыкать, да и сорить в избе. Мать ворчит по привычке, потому что ей не на кого больше ворчать. Когда Васютка с рождем на плече и патронташем на поясе, похожий на коренастого маленького мужичка, вышел из избы, мать привычно строго напомнила. Ты от затесей далеко не отходи, сгинешь. Хлеба взял ли с собой? Затеси? Зарубки. Отметки на стволах деревьев, которые делаются для того, чтобы не потерять дорогу в тайге. Да зачем он мне? Каждый раз обратно приношу. Не разговаривай. На вот краюшку. Не задавит от тебя. Не задавит она тебя. Спокон веку так заведено. Мал еще таежные законы переиначивать. Тут уж с матерью не поспоришь. Таков старинный порядок. Идешь в лес, бери еду, бери спички. Васютка покорно сунул краюшку в мешок и поспешил исчезнуть с глаз матери. А то еще придерется к чему-нибудь. Весел он на свистовое. Шел он по тайге, следил за пометами на деревьях. И думал о том, что, наверное, всякая таежная дорога начинается с затесей. Сделает человек зарубку на одном дереве. Отойдет немного. Еще топором тюкнет. Потом еще. За этим человеком пойдут другие люди. Собьют каблуками мох свалежин. Притопчут траву, ягодники. Отпечатывают следы в грязи. И получится тропинка. Лесные тропинки узенькие, извилистые. Что морщинки на лбу дедушки Афанасия. Только иные тропинки зарастают со временем. А уж морщинки-то на лице едва ли зарастут. Склонность к пространным рассуждениям, как у всякого таежника, появилась и у Васютки. Он еще долго думал, как бы о дороге и о всяких таежных разностях, если бы не скрипучее кряканье где-то над головой. «Кра-кра-кра!» – неслось сверху, будто тупой пилой резали крепкий сук. Васютка поднял голову. На самой вершине старой взлохмаченной ели увидел кедровку. Птица держала в когтях кедровую шишку и орала во все горло. И так же горласто откликались подруги. Васютка не любил этих нахальных птиц. Он снял с плеча ружье, прицелился и щелкнул языком, будто на спуск нажал. Стрелять он не стал. Ему уже не раз драли уши за попросту сожженные патроны. Трепет перед драгоценным припасом, так называют сибирские охотники порох и дробь, крепко вбит с сибиряков от роду. «Кра-кра!» – передразнил Васютка кедровку и запустил в нее палкой. Досадно было парню, что не может он долбануть птицу, даром что ружье в руках. Кедровка перестала кричать, неторопливо ощипалась, задрала голову, и по лесу снова понеслась ее скрипучая кра. Тьфу, ведьма проклятая! – выругался Васютка и пошел. Ноги мягко ступали по мху. На нем там и сям валялись шишки, попорченные кедровками. Они напоминали комочки сотов. В некоторых отверстиях шишек, как пчелки, торчали орехи. Но пробовать их бесполезно. Удивительно чуткий клюв у кедровки. Пустые орехи птицы даже не вынимают из гнездышка. Васютка поднял одну шишку, посмотрел ее со всех сторон и покачал головой. «Эх, и пакость же ты!» – бронился Васютка так, для солидности. Он ведь знал, кедровка – птица полезная, она разносит по тайге семена кедра. Наконец Васютка облюбовал дерево и полез на него. Наметанным глазом он определил. Там, в густой хвое, упрятались целые выводки смолистых шишек. Он принялся колотить ногами по разлапистым веткам кедра. Шишки так и посыпались вниз. Васютка слез с дерева, собрал их в мешок. Потом оглядел окружающий лес и облюбовал еще один кедр. «Обобью я этот!» – сказал он. «Тяжеловато будет, пожалуй, да ничего, донесу». Вдруг впереди Васютки что-то сильно захлопало. Он вздрогнул от неожиданности и тут же увидел поднимающейся с земли большую черную птицу. «Глухарь!» – догадался Васютка, и сердце его замерло. Стрелял он и уток, и куликов, и куропаток, но глухаря подстрелить ему еще не доводилось. Глухарь перелетел через мшистую поляну, бельнул между деревьями и сел на сухостоину. «Попробуй подкрадись!» Мальчик стоял неподвижно и не спускал глаз с огромной птицы. Вдруг он вспомнил, что глухаря часто берут с собакой. Охотники рассказывали, что глухарь, сидя на дереве, с любопытством смотрит вниз, заливающуюся лаем собаку, а порой поддразнивает ее. Охотник тем временем незаметно подходит с тыла и стреляет. Восютка же, как назло, не позвал с собой дружка. Обругав себя шепотом за оплошность, Восютка пал на четвереньки, затявкал, подражая собаке, и стал осторожно продвигаться вперед. От волнения голос у него прерывался. Глухарь замер и с любопытством наблюдая эту интересную картину. Мальчик расцарапал себе лицо, порвал телогрейку, но ничего этого не замечал. Перед ним наяву глухарь. Пора. Восютка быстро встал на дно колена и попытался смаху посадить на мушку забеспокоившуюся птицу. Наконец унялась дрожь в руках. Мушка перестала плясать. Кончик ее задел глухаря. Трах! И черная птица, хлопая крыльями, повалилась вниз. Не коснувшись земли, она выправилась и полетела вглубь леса. Ранил, встрепенулся Восютка и бросился за подбитым глухарем. Только теперь он догадался, в чем дело, и начал беспощадно корить себя. Мелкой дробью грохнул. А что ему мелкой-то? Он чуть ли не из дружка. Птица уходила небольшими перелетами. Они становились все короче и короче. Лухарь слабел. Вот он уже не в силах поднять грузное тело, побежал. Теперь все, догоню, уверенно решил Восютка и припустил сильнее. До птицы оставалось совсем недалеко. Быстро скинув с плеча мешок, Восютка поднял ружье и выстрелил. В несколько прыжков ощутился возле глухаря и упал на него животом. Стоп, голубчик, стоп! Радостно бормотал Восютка. Не уйдешь теперь, ишь какой прыткий. Я, брат, тоже бегаю, будь здоров. Восютка с довольной улыбкой гладил глухаря, любуюсь черным и с голубоватым отливом перьями. Потом взвесил на руке. Килограммов пять будет, а то и полпуда. Прикинул он и сунул птицу в мешок. Побегу, а то мамка нападаст по загривку. Думая о своей удаче, Восютка счастливый шел по лесу на свистывая, пел, что на ум приходило. Вдруг он спохватился. Где же записи? Пора уж им быть. Он посмотрел кругом. Деревья ничем не отличались от тех, на которых были сделаны зарубки. Лес стоял неподвижно, тихий, в своей унылой задумчивости, такой же редкий, полуголый, сплошь хвойный. Лишь кое-где виднелись хилые березки с редкими желтыми листьями. Да, лес был такой же. И все же от него веяло чем-то чужим. Восютка круто повернул назад. Шел он быстро, внимательно приглядываясь к каждому дереву. Но знакомых зарубок не было. Фу ты черт! Где же записи? Сердце у Васютки сжалось, на лбу выступило испарина. Все этот глухарина! Понесся как леший, теперь вот думай, куда идти! Заговорил Васютка вслух, чтобы отогнать поступающий страх. Ничего, сейчас посоображаю и найду дорогу. Так, почти голая сосна уели, значит, в ту сторону север. А где ветвей больше юг? Так, после этого Васютка попытался припомнить, на какой стороне деревьев сделаны зарубки. Старые и на какой новые. Но этого-то он и не приметил. Затиси и затиси. Эх, дубина! Страх начал давить еще сильнее. Мальчик снова заговорил вслух. Ладно, не робей, найдем избушку. Надо идти в одну сторону. На юг надо идти. У избушки Енисей поворот делает. Мимо никак не пройдешь. Ну вот, все в порядке, а ты что так боялся? Хохотнул Васютка и бодро скомандовал себе. Шагом, марш! Ай, два! Но бодрости хватило ненадолго. Затиси все не было и не было. Порой мальчику казалось, что он ясно видит их на темном стволе. С замирающим сердцем бежал он к дереву, чтобы пощупать рукой зарубку с капельками смолы. Но вместо нее обнаруживал шершавую складку коры. Васютка уже несколько раз менял направление. Высыпал из мешка шишки и шагал, шагал. В лесу сделалось совсем тихо. Васютка остановился и долго стоял, прислушиваясь. Тук-тук, 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 билось сердце. Потом напряженный до предела слух Васютки уловил какой-то странный звук. Где-то слышалось жужжание. Вот оно замерло и через секунду снова донеслось, как гудение далекого самолета. Васютка нагнулся и увидел у ног своих истлевшую тушку птицы. Опытный охотник, паук, растянул над мертвой птичкой паутину. Паука уже нет, убрался, должно быть, зимовать в какое-нибудь дупло. А ловушки бросил. Попалась в него сытая, крупная муха-плевок. И бьется, бьется, жужжит слабеющими крыльями. Что-то начало беспокоить Васютку при виде беспомощной мухи, влипшей в тенёта. И тут его как будто стукнуло. Да ведь он заблудился. Открытие было настолько простым и потрясающим, что Васютка не сразу пришёл в себя. Он много раз слышал от охотников страшные рассказы о том, как блуждают люди в лесу и погибают иногда. Но представлял это совсем не так. Уж очень просто всё получилось. Васютка ещё не знал, что страшное в жизни часто начинается очень просто. Оцепенение длилось до тех пор, пока Васютка не услышал какой-то таинственный шорох в глубине потемневшего леса. Он вскрикнул и бросился бежать. Сколько раз он спотыкался, падал, вставал и снова бежал. Васютка не знал. Наконец он заскочил в бурелом и начал с треском продираться сквозь сухие колючие ветви.